привет сегодня я вам расскажу о палетке которую я давно уже на ее смотрела вот но так как она была недоступна в сифаре именно в интернет-магазине я ее как бы я хотела купить но я не всех людей что будет переплачивать за какой-то косметический продукт я наоборот люблю купить по более низкой цене и чтобы еще когда скидка была у меня например а сифара то есть вот так переплачивать заказывать в интернет-магазине в штатах конечно можно но это я таким обычно не занимаюсь о чем же я бы и я вам расскажу это вот такая вот палетка я и сейчас очень быстро быстро покажу потому что она отражает все я думаю что вы ее узнали это our глаз и our глаз и у меня эта палетка называется ambient lightning палец вот так выглядит коробка тоже отражает все полностью я уже протерла своей микро тряпкой всю палетку потому что буквально и и взяли в руки и отпечатки пальцев остается просто на всей палетке в этой палетке 3 оттенка пудр здесь dim light incandescent light и radiant light и здесь 3,3 грамма в каждой пудре то есть получается 9,9 грамм в каждой пудре во всей палетке вот так он выглядит собственно dim light incandescent light и radiant light вот так вот выглядят эти пудры вообще это в интернете есть разные интерпретации того что это за палетка некоторые я в принципе думаю что это просто палетка пудр это просто три разные пудры которые у них есть у них сейчас вышли у our глаз вышли хайлайтеры в хайлайтере кстати в полноразмерном 4,5 грамма или 4,7 грамма что-то такое некоторые пишут что это пудра хайлайтер и бронзер в принципе для меня эти вещи они могут быть использованы как пудра все три так и пудра хайлайтер и бронзер потому что сейчас тот бронзер что вы видите на мне это вот эта штука кажется что нет да но это она я сделаю сводчи но я не думаю что в сводчах вообще есть смысл потому что душ это одни из тех пудр которые вы вы их не поймете через видео в интернете вы их не увидите даже когда вы сделаете сводчи на руке в магазине например вы не поймете точно за что за что эти деньги надо платить это же это же такая тонкая тонкая пудра тонкая абсолютно тонкая пудра она сейчас у меня сейчас это все на лице собственно dim light это которая вот это она у меня на всем лица это у меня в качестве хайлайтера вот здесь и это у меня в качестве бронзера собственно вот здесь я сейчас сделаю сводчи вы сами посмотрите вот такой выглядит dim light на пальца вот их вообще не видно вот так вот выглядит incandescent light и вот так вот выглядит что-то radiant light то есть он он конкретно такого темноватого цвета он когда у меня сойдет весь загар я думаю мне будет очень хороший такой повседневный бронзер собственно dim light incandescent light и бренд лайт я сейчас еще dim light нанесу потому что чисто его вообще не видно вот так вам повернуть в общем вот этот облиц который здесь есть это и есть dim dim light dim light incandescent radiant как я уже сказала смысла в них нет когда вы смотрите на на сводчи но мне кажется что очень хороший эффект на на кожу у меня действительно мне в принципе у меня нет таких знаете как у некоторых там людей очень какие-то расширенные поры какие-то очень которые видно у меня принципе своя ровная кожа поэтому я не могу сказать что как-то они мне выровняли кожу просто такой такое свечение аккуратная очень кожа хорошая ровная мне очень нравится мне очень нравится и я очень довольна этой покупкой что вам сказать стоит ли ее покупать так вот я бы я ее купила да я ее купила без затеста но я знала что она мне понравится точно потому что мне очень нравится подобного подобного плана пудры я очень люблю пудры японские которые не из вот масса сегмента который из люксового сегмента они очень-очень тоненькие и хайлайтеры все у них тоненькие они все такие прям такие невесомые шикарные кстати на среди где их сделали вот эти вот пудрище и сделали в италии кстати здесь здесь еще внутри есть инструкция не инструкция там просто пять слов о том как как использовать эти пудры здесь по-моему даже где-то я на русском видела эмбиент пудра для сияния нанесите фиксирующую пудру на лицо с помощью кисти для пудры эмбиент пудра для сияния эмбиент является хрупким продуктом обращаться с осторожностью предупреждение избегать попадания в глаза при возникновении нежелательной реакции прекратите использовать прекратите пользоваться продуктом если реакция не проходит поставьте об этом в известность своего врача короче ничего они там не пишут как использовать я сейчас вам покажу расскажу как я использую эти пудры для этой пудры я использую просто такую большую кисточку вот у меня сейчас вот тут видно какие-то следы есть уже от этой пудры потому что я вот красилась ею это кико это кико номер 102 не помню это натуральный ворс или нет потому что в этой серии есть с натуральным ворсом есть и искусственный ворс вот такой вот вот такой кисточкой я пользуюсь этой пудрой на все лицо абсолютно на все лицо и просто так растушевываю и все если мне хочется более какого-то точного нанесения то тогда в ход идет вот эта кисть это тоже кико это фейс 103 это у меня фейс 102 это фейс 103 либо вот такая вот кисточка от Real Techniques это у меня сеттинг браш сеттинг браш это вот вот это кстати пыль вот этой кисточкой я использовала я например просто беру вот эту палетку и беру второй оттенок который называется incandescent light и просто наношу сюда в качестве в качестве в качестве хайлайтера нужно конечно было снять очки но это в принципе естественно когда я крашусь я крашусь без очков чтобы это было понятно ну я думаю это всем понятно и собственно вот этой кистью которая больше я наношу я беру вот этот вот оттенок который бронзер и наношу точно так же вот на скулы и точно так же с этой стороны ну и собственно вот большой кистью которая вот эта вот у меня большая кистья я могу даже провести по всем трем секторам и вот так на все лицо вот что еще хочу сказать я так думаю что эти пудры вообще они вы можете их даже заменять одну одну другой то есть например та пудра которая у меня выполняет роль пудры я могу ей сделать хайлайт та пудра которая у меня хайлайтер если мне хочется она у меня будет вместо пудры тогда у меня будет еще больше все это лицо сиять сейчас вам сделаю три совершенно так вот раз два три посмотрите dim light incandescent light и radiant light то есть incandescent light вот этот вот он явно более хайлайтеры чем все остальные я я как пудру его все таки не носила бы только может быть если как-то на видео или может быть если под глаза тогда да как пудра но она слишком 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 такая хайлайтеровая ее можно смешивать со всеми другими двумя другими поэтому когда она смешивается это гораздо лучше и смешивая ее можно и на все лицо не смешивая я бы для себя на все лицо не стала ее конечно что еще хочу сказать по поводу этой пудры я была удивлена тем что у меня практически нет как бы это сказать пыли что ли то есть она вообще не пылит вообще я была удивлена тем более что когда вы пользуетесь вот такими вот кисточками они слишком мягкие пудры они подкалывают и летит еще больше пыли чем обычно в этой с этой пудрой такого нет пыли практически вообще нет я удивлена полностью что хочу сказать насчет того как это как как это плитка скомпонована нравится мне или нет я понимаю что некоторым людям мне понравилась эта палетка потому что не хватает румян румяна тоже есть в серии в этой палетке их нет я рада что румян у меня нет потому что румяна у меня есть которые мне очень нравится которые я ни на что не применяю это румян нарс и мне кажется лучше их вообще быть ничего не может и вообще румянами я не так часто пользуюсь поэтому я очень довольна тем как скомпонована именно эта палетка я очень довольна тем что я взяла именно ее и довольна тем что еще и 20 процентов скидки наверх что еще хочу сказать изменяется ли как-то лицо ну вот я реально вижу что такая вот просто ровная кожа все все такое ровненькое все такое очень хорошо блестит мне нужно потестить это все будет когда у меня загар окончательно сойдет с лица с рук с тела я тогда протестирую и решу подходит ли мне пудра dim light как как пудра потому что это не самая у них светлая пудра еще по моему есть две других пудры перед ней они у них обычно от самой светлой к самой темной но я думаю что в принципе да если тонким слоем то нормально насчет того что вот этот вот radiant light он как как у меня был бронзером так у меня он бронзером и останется абсолютно точно тем не менее на лето можно и как пудру тоже если если какое-то там загорелое лицо у вас конечно же все зависит от того какой у вас оттенок кожи я думаю что если у вас слишком темный оттенок кожи или у вас хотя бы от среднего к темному оттенку кожи например если говорить в в градации мак ну например 25 30 мне кажется она для вас будет слишком светлая именно вот эта палетка потому что палетка именно собранным существует вот только этих оттенков других оттенков нет на сайте our глаз на официальном сайте our глаз можно собрать точно такую же свою палетку вот из тех оттенков которые хотите хоть три хайлайтера абсолютно но к сожалению в магазине все фара продается только такой вот вариант поэтому эта палетка может не подойти тому кто не любит тонкие текстуры потому что здесь текстура действительно очень тонкая чтобы вам такого показать чтобы не надо было долго искать секунду попробую попробую кое-что вам одну секунду например я взяла палетку которую я сама собирала это z palette и у меня здесь хайлайтер есть контуринг от анастейша вот например вот это вот контуринг от анастейша это это и это и это собственно вот это вот это хайлайтер от анастейша он более толстый сама текстура она более толстая не такая как это то же самое например вот этот вот хайлайтер более толстый более плотный поэтому если вам нравятся вот такие вот текстуры то эта текстура hourglass она совершенно другая она более легкая и невесомая вам это может не понравиться это я уже о том за и против палетки первый за тонкая текстура легкая очень красиво тушуется она сама тушуется просто вы так провели кисточка и все все просто на свои места встала ничего не не нужно думать как бы это все так растушевать что было красиво она все за вас делает причем кисточка здесь не влияет ни на что кисточку вы можете совершенно любую брать цвет мне цвет очень нравится мне цвет нравится мне цвет подходит если бы эта палетка была еще может быть на тон светлее может быть на тон холоднее мне бы она понравилась также принципе эти оттенки мне тоже очень нравится я довольна минусом может показаться то что здесь нет блаша здесь нет румян но для меня это не минус для меня это плюс минус может показаться тем кто маньяк маньяк чистоты что каждый отпечаток пальца будет на этой палетке я не такой уж там какой-то педантичный маньяк что нужно подтирать все и вся но даже меня это раздражает потому что вы взяли эту плитку один раз и все все отпечатки пальцев можно снимать все очень очень четко мне это раздражает я постоянно протираю мне очень нравится эта палетка еще тем что я могу взять эту палетку и кинуть сумку и ходить с ней с этой палеткой у меня была я делала видео и много много-много-много раз ее показывал у меня была палетка она конечно же не такого типа такого типа но она не таких оттенков от шизеида пике иван пике один оттенок самый светлый сейчас его сняли у меня там была такая желтоватая пудра белесая пудра и румяна очень нравилась эта палетка потому что ее с собой закидываю сумку эту палетку ее можно и как тени и как румяна и как хайлайтер и на все лицо одним с этим будет такая же самая история то есть для макияжа вам ничего кроме этой палетки не нужно то есть здесь у вас есть и тени и бронзер и хайлайтер и пудра и все если вы хотите вы можете взять просто тушь маленькую полностью полностью можно привести себя очень быстро в порядок чтобы лицо было более менее такое удобоваримое вот если у вас есть какие то вопросы по поводу этой палетки конечно же спрашивайте потому что я с ней уже игралась игралась я уже сделала с ней три макияжа в разное время суток на вечер на день утром я тоже ходила в магазин тоже раз раскрасилась просто вот палеткой и тушь и все мне просто нужно было посмотреть как она работает в разное время суток в разное время когда там солнце есть жара есть или нет и я довольна я очень довольна покупкой я очень довольна покупкой я знала что я буду ею довольна потому что я люблю такие вещи если кто-то спросит а как это сравнивается с метеоритами с метеоритами это сравнивает с тем что здесь текстура она я не скажу что она кремовая потому что это не кремовый продукт но текстура здесь более шелковистая там и из-за того что это все-таки шарики которые вы должны так вот воюкать кисточкой то есть это пыль она не сбито это пыль и ложит вот так вот она как-то накладывается на лицо иногда тоже пылеобразно не всегда но иногда это так как это сбитый продукт наносится такой очень-очень легкой как вуалин типа что такое в общем с метеоритами сравнить можно но просто с точки зрения что и это и это финишная пудра да это действительно более финишная пудра чем пудра если есть какие-то покраснения если есть там что-то на коже она не перекроет вообще ничего как вот сейчас на мне я думаю вы видите что то тут то тут есть там какие-то какие-то диску это пятнышко ну вообще-то это родинка нет это не родинка это веснушка то есть не перекрывает потому что очень тонкая текстура если вам не нравится это если вы любите более плотно под покрытие пудрой конечно я думаю вам она не понравится либо ее можно использовать как финишную пудру именно на тональник тональник мне кажется она будет абсолютно хорошо его заблюривать скрывать все это дело и будет просто свежая кожа кстати нужно попробовать на тональный крем как он будет я просто сейчас сейчас жарко и не охота вообще не охота тональниками ничем эти вообще консилерами уж простите я не знаю как это все будет на тональнике на консилере я думаю что будет все хорошо но пробовать на себе ну пока что по крайней мере еще парни недель желание абсолютно нет никакого даже для вас честное слово не хочется просто не хочется так что вот как самостоятельный продукт ну вот собственно вы видите у меня его на лице как самостоятельный продукт нормально перекрывать ничего не будет поэтому если кожа с проблемами нужно или под подкладывать что-то нечто крем тональный либо консилер либо тогда какой-то другой пудрой перекрывать это вот например вот такой вот пудрой как у меня инфаль был я ее очень кстати люблю она плотная она плотнейшая и вот этой пудрой я думаю что вполне можно перекрыть какие-то вот она у меня здесь какие-то не особо критичные проблемы и тогда эта пудра и эта пудра будет шик в общем итоги вроде бы как подвела если есть это вопросы спрашивайте пожалуйста я на все отвечу если смогу насчет того что у них там еще есть интересного я вот видел у них хайлайтеры я видела у них есть кисти кисти мне абсолютно не интересны я видела и тестила у них еще помаду мада у них называется если я не ошибаюсь lip pencil то есть карандаш для губ она действительно сделана как карандаш единственное мне понравились оттенки некоторые оттенки очень очень красивые единственное что у нее такая тоненькая тоже текстура это более знаете это более такой просто цветной бальзам что ли чем помада по крайней мере те оттенки которые я тестила она покрывающая способность есть но она очень очень тонкая но очень очень быстро сходит она бесспорно красивая но мне кажется ну по крайней мере мне за 30 32 по моему евро и кажется это тумач это вот реально с ним слишком для такой вещи кстати если кому интересно что у меня на губах на губах у меня где ты вот такая вот вещь это масло это масло от clarence номер 06 минт вот всем спасибо за просмотр и я надеюсь что вам было интересно очень очень на это надеюсь если вам хоть вам хочется или хотелось купить эту купить эту пудру я как обычно я не могу ничего никому советовать просто просто говорю свое мнение и мне кажется что это пудра она действительно стоите денег которые она стоит она действительно интересно действительно хорошая и по крайней мере на моей коже она работает я подозреваю что на на будущее когда я буду делать видео с тональным кремом конечно же я буду ее использовать и будет она еще работать больше потому что мне кажется такие продукты они больше лучше работают именно уже на подложки на тональном креме вот такое было видео огромное всем спасибо подписывайтесь если вы еще не подписались если вы просто так забрели на мой канал посмотреть что это за баба так что вот ставьте пожалуйста пальчики вверх на этом все пока